Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Сегодня хочу показать, как выглядят меристемные растения сейчас на конец осени, вернее даже на разгар осени, в октябре. Выращивались они со 2 февраля. Я выпускала несколько видео на эту тему, показывала, как они выглядят в начале, как я их сажала, как они развиваются. Ну а летом был перерыв. И сейчас, отвечая на запрос, покажу, как они выглядят. Но сначала хочу показать не меристемные растения, а гортензию черенкованную очень рано. Я знаю, что много любителей гортензии знают, что раннее черенкование, имеет свои особенности, но некоторые начинающие не знают. Вот для них, вероятно, и будет мой рассказ. Хотя и остальным, я думаю, тоже, наверное, в достаточной степени интересно будет посмотреть на этот определенный сорт. Это сорт Граундбрейкер, новинка, самая карликовая гортензия, которая существует сейчас, на данный момент, может быть, даже и в мире. И настолько создатели захотели, чтобы она была маленькой, что, видимо, вложили такой ген неразвития. Я так по-простому говорю, научными словами я не буду кидаться. По моему наблюдению, как это выглядит, гортензия абсолютно не очень-то и хочет развиваться. Ну, наверное, это и понятно. Она же маленькая. Ее взрослый рост, взрослая высота 30-40 см. Кстати, она очень хороша для выращивания в горшках, для создания бордюров, ну и так далее. Мало ли, где можно применить маленькую гортензию. И непосредственно к сути. Это раннее черенкование. Гортензию я получила европейские саженцы в конце февраля. Черенковала, соответственно, в марте. Раннее черенкование. Чем оно отличается? Чем оно характеризуется? У каждого растения есть свой биологический сезонный срок. То есть, если растение начинает развиваться рано, например, в марте, в феврале, оно отживает свой срок в течение нескольких месяцев, положенных ему природой, и замирает. Оно абсолютно живое, абсолютно здоровое. Оно просто замирает. Перестает развивать наземную массу и корневую массу. Оно уходит в спячку и может проспать до следующего года. В прошлом году у меня был такой опыт. Да как, впрочем, и у многих любителей размножать гортензии. Все ринулись размножать их в феврале, в марте. И практически, наверное, у всех эти растения потом застыли в июле, застыли в росте. Общим разумом, общим коллективным мозгом на просторах интернета начали разбираться. Выяснилось, что растения просто уснули. И на следующий год, в начале вегетации, в апреле, у них прекрасные почки. По несколько почек, причем даже 10-15 почек у меня было этой весной. Они начинают развивать абсолютно нормально, живо, энергично. Всю листовую массу цветут и замечательно выглядят. То есть, они выправляются на свой правильный путь развития. Но раннее черенкование все-таки удлиняет жизнь растения. Ну и оно засыпает, пугая некоторых из нас. Так вот, то же самое произошло с гортензией Граундбрейкер. Мало того, что она маленькая, простите за тавтологию, так она еще и у меня перестала развиваться где-то, ну, наверное, в конце июля. Вот так выглядит саженец. Вот он, черенкованный в марте. Вот тут видны корешочки. Они уже старенькие. Коричневые. И так выглядит саженец в горшочке П9. Он не пересаживался. Вот так выглядит кустик, который я пересадила для себя. Это маточное растение будет для меня в дальнейшем. Оно ненамного развелось. Чуть-чуть побольше развелись саженцы из таких же подевяток, пересаженные в горшки 5 литров. Ну, чуть-чуть они побольше, ненамного. Но, хочу что сказать, стволики абсолютно вызревшие. Абсолютно вызревшие. Все с ними нормально. Они живые, приличные. У нас, конечно, осень. Листва падает. Падает листва и на молодых растениях, естественно. Вечно зелеными. Они в зиму не уйдут. Вот здесь поближе. Все деревянное, все приличное. Черенковалась граундбрекер деревянными череночками, то есть частями стебля с несколькими почками. И поэтому они образуют вот такие достаточно пышные кустики. Я к тому, друзья, что если кто-то получил граундбрекер, и она не очень-то развивалась у них в августе, то не переживайте. Обязательно все пойдет в следующем сезоне. Надеюсь, я все понятно объяснила. Итак, иду к меристемным растениям. Меристемные у меня были несколько сортов. Металлика, Бобо, Скайфол, Бургунди и Пильчатая, Мияма, Яя, Мурасаки. Ну и начинаю я, конечно, с металлики. Здесь она у меня вот приготовлена специально для съемки. Меристемные растения получены были 2 февраля. Микро-растения. Повторюсь еще раз, видео на эту тему у меня на канале. Смотрите, если кто-то интересуется, как развиваются меристемные растения. Нормально они развиваются. Так что, думаю, что использовать такой метод абсолютно можно. Вот так выглядят растения. Вот здесь получше поставлю два наглядных примера. Это та металлика, те кустики, которые я не перечеренковывала. Были кусты, которые я обрезала, чтобы потом укоренить. И, кстати, они потом развивались очень здорово. Как обычные, черенкованные просто срезанным побегом растения. А вот сами меристемные, или еще их называют инвитро, то есть выращенные в стекле, выращенные в пробирке, они прошли свой срок развития и тоже застыли. Но они еще застыли, потому что у них маленький ком земли. Как известно, чем меньше объем, тем меньше развивается растение. На этом, в принципе, основаны всевозможные бонсаю. Вот так выглядят. Сейчас листочки опали, но растение стволик абсолютно вызревший, такой вот микродубок, если можно так сказать, выразиться. Очень прочный, корни хорошие. А здесь видны корни без белых корешков, то есть старые корни, коричневые. Растение давно, также в июле, оно прекратило свое развитие. Вот и все. Но оно живое, у него были листочки. Единственное, оно выглядит, конечно, вот таким вот размером. То, что я пересаживала в горшки для маточников, выросло в 4 раза. Не очень много, но все-таки выросло. Конечно, оно не цветет. Меристемные растения в год посадки цветут, в общем-то, очень редко. Но на следующий год ожидается, конечно, взрыв. Вот такой же кустик металлики я посадила в грунт. Ну и как каждый из живых существ, и гортензия обладает своей индивидуальностью, так вот эта индивидуальность, вот этого кустика, не позволила ему развиться дальше. У него два стволика. Тут вот. Ну и вот так вот он себя ведет. Абсолютно здоровый, абсолютно живой, абсолютно деревянный до самого верха. То есть на следующий год, сейчас поближе сделаю резкость, на следующий год будет, мало то, что внизу пары почек, вот пара почек, вот пара почек, вот пара почек, вот, вот. Все они на следующий год пойдут расти. Вот так выглядит меристемное растение, растение инвитро. Вот еще металлика, вот еще металлика, вот еще металлика. Это все мои маточники, маточные кусты. Здесь огромное количество живых почек, и они сохранятся на следующий год. Вот это междоузли, узлы по стволу, это почки. Идем к следующим. Та же самая картина наблюдается и с другими сортами. Скайфол и Бобо. Это тоже пересаженные мои маточники. Они по сравнению вот с таким растением, обращаю ваше внимание еще раз на корни, они живые, но они уже не молодые, нет белых всасывающих корешков, они закоричневели. И, в общем-то, растение повзрослело в июле и начало просто отдыхать. Вот такого вот размера. Еще, друзья, если кто-то получал в июле, в августе меристемное растение, я об этом выпускала сюжеты. И в группе в своей ВКонтакте «Садурский сад Алена» были объявления, что это растение инвитро. Я объясняла, что такое инвитро. И люди осознанно покупали эти растения. Так вот, если вы осознанно их купили, растение инвитро, но потом почему-то засомневались, и если они у вас не показали какой-то рост, не волнуйтесь абсолютно, они вызревшие. И на следующий год обязательно вас порадуют. А мои пересаженные в горшке маточники показали вот такой рост. Можно сравнить. Ну, в два раза, в два, в три увеличились. И такое же количество, как и у металлики. Огромное количество почек. Вот так. Сейчас получше подойду. Вот так их видно. Вот образовавшиеся пары почек. Их очень много. И они пойдут на следующий год. С таких растений можно будет брать в следующем сезоне, в следующей весной черенки, побеги для черенков. Ну и вообще оно порадует. Вот так для цветения его обрезать, и будет отличный куст. А для черенкования, конечно, оставляются все эти побеги, снимаются, когда вам нужно. Это сорт Skyfall и сорт Bobo. Та же самая картина. Абсолютно та же самая. Вот такое вот Bobo. На первый взгляд можно испугаться. Но это, как называется у нас с легкой руки, Татьяны. Хозяйки канала Вечное Лето. Старички. Вот такой вот старичок со старой корневой системой. Маленький. Но он абсолютно живой. И кустики пересаженные в пятилитровые горшки. Они развились до 30 сантиметров. Остались только верхние. Ну и вот таким вот образом. Пильчатая Мияма Яя Мурасаки. Сейчас она побита дождями. У нас идут сплошные дожди. И сейчас еще слегка так накрапывает. Вот так вот она выглядит. Тоже все живое. Пильчатую гортензию нужно укрывать, как и крупнолистную. Поэтому здесь у меня вот такой вот тоннель с каркасами. Приготовленный спонбонд. Как только заморозки, сразу все укрываю. Ну и от пильчатой перехожу к очень красивой гортензии. Я ее просто полюбила всей душой. Дуболистная бургунди. Вот так выглядят ее саженцы. Она наиболее полно развивалась среди всех гортензий. Такие же у нее старые корни. Сейчас такие же у нее старые коричневые корни, пожелтевшие коричневые. И вот так выглядит растение. Но при посадке в июле все равно они не демонстрируют активного роста, как демонстрируют саженцы, черенкованные обычным способом. Обычным способом. Меристемные саженцы тоже черенкованы микро-частицами растения. Это то же самое клонирование, как и то, чем мы занимаемся обычным способом. Только это микро-частицами размножения. И поскольку оно микро, то его помещают в стекло. Вот в принципе популярное название, популярное объяснение этого метода. Ничего сверхъестественного в нем нет. Микро-частицами, микро-частицы растения берутся здоровленного растения, поэтому весь этот посадочный материал оздоровленный, с большой энергией, развития, но на следующий год. Если бы, если бы я брала эту меристему, ну, наверное, в апреле, то, я думаю, результат был бы немножко иной. Они бы показывали свое развитие вплоть до сентября. Ну, как обычное растение в период своего сезонного биологического развития, своей биологической сезонной жизни. Ну, поскольку я это начала со 2 февраля, то, соответственно, эффект старения проявился и на меристемах. А вот пересаженные мною в 5-литровые горшки растения, они выросли до 30-35 сантиметров. Ну, показали хороший лист большой. Я так думаю, что в грунте на следующий год и в горшках на следующий год, это мои маточные кусты, растение, дуболистная гортензия бургунди проявит себя во всей красе. Ну, а сейчас она просто ну, суперкрасивая листва с переливами очень красивыми от кирпичного бордового сизо-какого-то пурпурного цвета. Ну, замечательное растение. На этом, друзья, обзор растений, выращенных из пробирки инвитро, меристемные, меристемных растений. Я заканчиваю. Показала вам, какая разница в развитии. Надеюсь, насколько могла, подробно объяснила, почему они у меня сейчас не очень большие, не очень высокие. Если какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, подписывайтесь в мою группу ВКонтакте Садурский сад Алена. Вся информация о саженцах в наличии. Там. Добра, здоровья и мира. Заглядывайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...